Мне приходилось очень много драться, наверное, лет с пяти. Но я драться вообще никогда не любил, меня пытались всячески поддеть как-то, что-то где-то там унизить ребята и так далее, и у меня вот прям вот мое самолюбие так как-то срабатывало, что нужно, значит, драться, как бы не давать себя в обиду. Я не знаю, может в сауну чуть пойду. Да, не надо, зачем, уйдет все и так, не ешь, не пей, все уйдет. Сгонка веса, особенно самый последний день, это самое тяжелое, наверное, во всей подготовке, чаще бой даже легче. Последний день ты выгоняешь из себя самые последние килограммы, вообще прям самые последние, они самые сложные. И потом еще всю ночь ты не можешь уснуть. Есть бойцы, которые дерутся в 70, они в 70 укладываются, и через 8 часов они уже весят 87 килограмм. То есть они за 8 часов 17 килограмм способны набрать. В ночь перед взвешиванием такое небольшое волнение в плане дурных мыслей и прочего, это физиологически нормально, в принципе. Потом уже, когда ты начинаешь восстанавливаться, есть, пить, чуть поспишь, приходишь в нормальное состояние, вообще все нормально, голова сразу светлая, по-другому работает. Что, брат, давай как оденешься, это? Подскочишь туда, или я подойду сюда? Ну, туда, в зал. А что ты хочешь сделать? Посмотреться. Да и давай. Фейс-то-фейс это, когда два бойца встают лицом к лицу, и у них есть возможность как-то, возможно, психологически надавить друг на друга, потолкаться. Это как человек может быть такой скромный, я даже не поднимаю кулаки никогда на соперника, а просто подхожу, смотрю на него. Тогда могу вообще не смотреть даже на него, потому что я знаю то, что через 36 часов мы зайдем в клетку, и там мы уже будем решать вопросы по-другому, как бы ни на словах. У меня вся жизнь связана с железными дорогами, потому что у меня бабушка всю жизнь проработала на Транссибирской железной дороге. Я, соответственно, ходил в детский сад при РЖД, потом переехал в город Железнодорожный, потом поступил в МИИД, Московский силу турниров транспорта. Поэтому я считаю себя железнодорожником на мозгу костей. Я начал самостоятельно уже ездить на футбол в возрасте 14 лет, познакомился с ребятами из города Железнодорожного, с которыми мы все вместе ездили, мы и дружим, и по сей день. Они были чуть-чуть постарше, там, на пару лет, и попали в околофутбольное движение. Я не разделял их взглядов, потому что бои для меня это было что-то чуждое, это, ну, что-то вообще ненормальное, конечно же. Но потом я смотрю то, что как-то мои друзья то, что ездят, а я что, там, белая ворона, что ли? Ну, думаю, ладно, тоже с ними там поезжу. Первая вообще моя драка, у меня прям такой успешной эмоции было, то, что я когда выходил, я прям, мне еще 15 лет тогда было, то, что я прям вообще был полностью уверен, что я вот сейчас вот конкретно, конкретно вот за локомотив, конкретно за локомотив, конкретно вот оставил их авторитет. Уважаемые спортсмены, секунданты, можно будет, я вам сделаю одно объявление? Не надо сниму. У меня к вам большая просьба, секунданты, которые хотят выйти вместе с бойцом, обязательно должна быть на них форма, спортивная. Около, наверное, пяти лет назад стал больше тренироваться, больше выступать и все стало накладываться так, что, допустим, в один день у нас драка и в один день у меня соревнования. И когда стал все меньше и меньше и меньше в этом вариаться, ребята это тоже как-то стали понимать и очень с пониманием к этому относились, ну и как-то постепенно перестал вообще участвовать в этом. Вокол футболе вы деретесь и о ваших достижениях не знают дальше вашей субкультуры. Ну мы подрались, там отписали, может быть где-то на какой-то там группе ВКонтакте, там одни с другими подрались, 15 на 15, победа тех, о, типа круто. Но об этом узнала вот такая вот маленькая часть. Ты выходишь на арену, там уже трансляция на самый крупный федеральный спортивный канал, и здесь ты уже работаешь на широкую публику. Они уже на тебя смотрят, они смотрят, о, выходит парень из локомотива, неплохо себя показывает, и в принципе думает, почему бы мне не начать болеть за локомотив, почему бы мне, например, не прийти на трибуну, когда мне люди пишут интересующиеся ММА. Знаешь, раньше я никогда не смотрел футбол, смотрел только бои, боксы, ММА, а вот сейчас купил билет на матч локомотива, и такое действительно есть. То есть раньше я предполагал, а сейчас я уже понимаю, что это так и есть. Для меня локомотив – это жизнь, это и мои друзья, это и футбольная команда, за которую я болею с детства, она первая и единственная. Это одна большая семья. Я не футболист, но за меня там приходит очень много людей там болеть. Поэтому, когда я вижу их на трибунах, меня это еще больше воодушевляет, и мне еще больше хочется победить и показать яркий бой, показать шоу. Из Москвы – Кирилл Крюка! За меня приходит болеть, много болельщиков, и они очень разные. Они очень разные, как люди. Они сидят абсолютно на разных трибунах, тоже кто-то на юге, кто-то на востоке, кто-то на западе. Нас объединяет только одно – мы болеем за локомотив, мы поддерживаем. Мы – большая семья. Моя мечта, мечты у меня были в Ев-16. Сейчас у меня есть цель конкретная – это попасть в UFC. Парень с окраины был обычным околофутбольщиком, уличной забиякой. И, представляешь, вышел на самый высокий уровень боев. И когда другие парни увидят эту историю, то, что нужно именно мотивировать людей, нужно показывать то, что ты можешь достичь всего, чего угодно. Просто ты должен понимать то, что ты должен отдаваться на 100%, идти вообще вперед, несмотря ни на что, и отдавать вообще все абсолютно себя. Кирилл Крюков! Ты можешь это все вынести, но ты должен идти вперед. Должен идти вперед, и тебя вознаградят. Спасибо. Сто процентов. Кто, кто, кто? Первый. Ну давайте барабаны поднимем. Стоять! Ооооо! Оооо! 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 Продолжение следует...